Всем привет, что-то я смотрю, вы, друзья, заскучали. Заскучали вы, потому что давно мы не были в армии Наполеона, которая путешествует по Египту. И вот наконец-то мы туда возвращаемся, потому что Олег Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец вернулся из боёв и походов и готов продолжать. А я надеюсь, вы готовы следить, поэтому начнём. Начнём. Итак, мы с вами задержались с осадой Сен-Жан-Дакра. Да. Армия Бонапарта засела под этой маленькой крепостью, но, как мы помним, она не только осаждает эту крепость, и приходится отбивать нападения турецких войск, которые подошли со стороны Дамаска. И 16 апреля... Если кто-то вдруг по непонятной причине не смотрел предыдущие лекции, ссылка будет под роликом. Обратите внимание, оно интересное. Итак, со стороны Дамаска, как известно, подошла большая турецкая армия, которая была разбита в сражении при Фаворской горе на знаменитых святых местах, рядом с Каной Галейской, рядом с Назаретом, недалеко от Фаворской горы, эта армия была разбита. И Бонапарт обратился к своей армии с пламенным воззванием, он умел использовать такие, так сказать, моменты. И вот с каким воззванием он обратился из генеральной квартиры под Сен-Жан-Дакром 29-го жерминаля 7-го года или 18 апреля 1799 года. Дамасские янычары с кавалерией Джезар и ополчением из Наблуса, с арабами и мавилюками Ибрагимбея перешли Иордан в надежде снять осаду Сен-Жан-Дакра. Но они были полностью разбиты в боях при Назарете, Сафиде, Кане и в сражении при Фаворской горе. Большая часть врагов осталась на поле боя. Их обозы были захвачены и стали богатыми трофеями. Было захвачено много знамен и много пушек. Значительная часть беглецов, которые неотступно преследовали, утонула в Иордане, другую часть преследует на дороге в Дамаск. Это воззвание, пламенное воззвание, подняло боевой дух армии, которая увидела, что удается не просто отразить атаки, а разгромить превосходящие по численности турецкие войска. Но интересно, что в этот момент, вот мы часто говорим, часто говорят о том, что Бонапар собирался поход в Индию, грандиозные какие-то планы. Вы знаете, письма вот в этот момент, как раз в апреле месяце, говорят уже совершенно четко о том, что Бонапарт ставит из собой весьма ограниченные задачи. И он после взятия Сен-Жандакра собирается вернуться в Египет, потому что ожидается, в общем-то, вторжение турецкой армии со стороны Средиземного моря. И для него взятие Сен-Жандакра – это просто окончательный разгром армии Джезара. И вот об этом свидетельствуют такие письма. Значит, письмо Дезе 19 апреля, ну, как мы знаем, Дезе – это его верный, так сказать, друг и командир, он пишет 19 апреля. «Я вернусь в Египет в мае месяце. Надеюсь, что займусь Сен-Жандакр в ближайшие 6 дней». То есть, я вернусь в Египет в мае месяце. То есть, надеюсь, что в ближайшие дни он Сен-Жандакром овладеет и возвращается в Египет. Впрочем, у меня нет никакого беспокойства за судьбу Верхнего Египта, потому что вы там находитесь. В битве при Фаворской горе мы сражались против 30 тысяч человек, почти что один против десяти. Дамазские иначары бились, по крайней мере, так же хорошо, как мумилюки, арнауты и магребинцы. Но они сражались в пешем страиве, и это, без сомнения, лучшие войска Османской империи. Впрочем, читая ваши письма, я понимаю, что вас трудно удивить подвигами. Ну, в этом смысле Бонапарт Миндзе – это официальное письмо, но оно отправлено другу Дезе. Вот я вижу, что вас трудно удивить подвигами, потому что Дезе рассказывала о своей удивительной кампании Верхней Египте, о этих сражениях, которые происходили рядом с древними Фивами, рядом с острыми Филае и так далее. Вот. Но что нас интересует в данном письме? Что Бонапарт четко намерен уже вернуться. И вот письмо в Каир одному из своих комиссаров военных, он пишет. «Так как я буду в Каире через 15 дней после получения вами этого письма, я считаю ненужным останавливаться в подробностях на ряде вопросов вашей Депеш». То есть, он пишет во второй половине апреля, что он уже скоро будет совсем в Каире. И 19 апреля он пишет Фурье. Фурье – это тот, который ряды Фурье, который в отсутствие Бонапарта в Каире был, во-первых, руководителем института французского, то есть, Академии наук, которое было создано, и одновременно фактически он был руководителем Каирской администрации. То есть, тот Фурье… Это математик знаменитый. Да, знаменитый. Он в отсутствие Бонапарта был руководителем Египта. Вот такая вот ситуация. И вот что пишет Бонапарт Фурье 19 апреля. «Сообщите Каирскому дивану, диван – это совет, что когда он получит это письмо, Сен-Жак Дакар будет взят, и я буду на пути в Каир, куда я с нетерпением желаю вернуться. Одной из моих первых задач будет собрать заседание института и обсуждать снова, что мы можем сделать, чтобы расширить сферу человеческих знаний». Ну и более того, еще 25 апреля один из батальонов армии, осожжающей Сен-Жан-Дакар, это батальон 4-й легкой полубригады, получает приказ уходить обратно в Египет. То есть, Бонапарт уверен, что Сен-Жан-Дакар будет скоро взят, но это не значит, что он собирает какие-то великие планы завоевания Османской империи, похода на Индию, он же видит, что здесь, скажем так, возможности достаточно ограничены, он ограничивается разгромом турецких войск на территории провинции Сирия и возвращается в Египту. То есть, он хотел просто обезопасить фланг? Именно так. То есть, когда говорят, что отсутствие неудачи Сен-Жан-Дакаром, она привела к тому, что изменились там гигантские великие планы, я думаю, что это немножко преувеличено. На самом деле, мне сразу возникает вопрос, потому что мы знаем, сколько пошло с Наполеоном войск, какие были возможности по обеспечению его из митрополии по морю, учитывая господство английского флота. И Индия, где это Индия, и какие там силы у Наполеона? У меня никогда не было сомнений, что это, ну, какая-то, ну, возможно, какая-то пропагандистская тема, что вот сейчас мы победим всех вообще, и даже в Индии окажемся, но там просто сил явно не хватало. Это понятно. Разве что в далёкой перспективе и так далее и тому подобное. Но вернёмся всё-таки уже по стенам Сен-Жан-Дакра, у нас тут вовсю осада ведь идёт, и вот когда после победы при Фаворской горе Барампорсно вернулся, после 16 апреля началась активная подготовка к новому штурму. Мы видим на этом плане параллели. Первая параллель заложена была где-то, как видите, в 300 метрах от крепости. Затем у нас вторая параллель, она уже от крепости 100 метров. И, наконец, уже стали делать третью параллель, третий параллель практически в 10 метрах от крепостной стены. То есть, это вот в упор абсолютно к крепостной стены. Работа шла с большим трудом, но она продвигалась, турецкие пушки разрушали работы осаждающих. Вот. Но что ещё важно, помните, мы говорили, что у турок был Филиппо, один из бывших товарищей Наполеона по военной школе. И именно он рекомендовал туркам строить контр-апроши, выдвигать тоже окопы. Я ещё раз повторю немножко. Потому что у турок гарнизон огромный. Им не жалко терять даже двух человек отдавать за одного. Поэтому, выдвигая опроши, даже пускай они теряя больше народа, они тем самым задерживают работы французов. То есть, вот таким образом продвигались здесь турецкие дела. Но, кто не помнит, крепость, которая построена уже в XVII или тем более позже века, обладает развитой системой огня. У неё выдвинуты вперёд бастионы и равелины. Соответственно, просто так к ней подойти просто невозможно самоубийство. Поэтому нужно выкапывать зигзагообразные траншеи, которые будут позволять консенсировать войска и артиллерию, продвигаясь вне достигаемости огня пушек и ружей с бастионов. То есть, нужно было двигаться всё время под углом к стене в этих самых опрошах. То есть, сначала выкапывался некий вал, за него становились сапёры или солдаты, исполняющих роль, врывались в землю, и таким образом, двигая выбрасываемую землю вперёд, всё время продвигались за валом. У нас по этому поводу во второй передаче по итальянскому кампанию, так сказать, у нас там достаточно подробно об этой осадной войне. Просто мы напомним буквально в двух словах. Ну, нужно сказать, что у французов ещё был большой недостаток пороха и боеприпасов, мы об этом говорим. Шквал огня нельзя было создать. Что? Шквал огня было сложновато. 19 апреля эскадра Пере всё-таки смогла подвести некоторые запасы пороха, и, во-первых, начался более активный обстрел, а во-вторых, французские сапёры начали сооружать минную галерею, которая прошла на 4 метра под Орвом. Метро целое. Да, целое метро выкопали. Зачем это было сделано? Чтобы турки в контр-минных галереях её не обнаружили. Тем не менее, продолжать работы было опасно, всё-таки турки тоже вели под руководством Филиппо контр-минные галереи, поэтому было решено не делать три листника, как тогда было нужно. Три листника – три заряда вокруг башни, а закладка – только два заряда по 300 кг пороха, но, кроме этого, под Орвом готовили огромный, так называемый, компрессионный шар – это такой термин осадной войны, т.е. это огромный заряд, который закладывается в специальной форме галерею, который проводит расширение вширь, так сказать, разрушает Орвом, компрессионный шар, не доходя до Орва под Гласицем. А это нужно, чтобы порода вниз осела? Чтобы осел, да, чтобы Орв, так сказать, сравнять по-своему делу Орв, чтобы можно было потом спускаться в Орв. Все гренадиры армии под командами бригадного генерала Лагранжа были изготовлены для атаки. Самое интересное, что было приказано, что музыкантов поместить в первую параллель, вот представьте прямо рядом. Почему? Чтобы они играли победные марши, когда пойдут на штурм войска, чтобы у себя, так сказать, подогревать энергию, отвагу. Ночью по ночам активно велись все работы, копали во всех траншеях, минёры работали во всю, так сказать, свою силу. Вот. Но обнаружили, что турецкие уже близко к контр-минной галерее, поэтому надо уже взрывать. Ну, и в результате рано утром 24 апреля, точнее, в 3 часа ночи открыли огонь марширные батареи, сначала те, которые накрывают, так сказать, заброс, ну, как миномёты маршир работают. С рассветом 4 часа утра 24 апреля или 5 флореаля по, так сказать, республиканскому календарю закрохотали все пушки. Ну, здесь не было очень большого количества пушек, здесь было 30 орудий, сведённых в 9 батарей. Ну, вот некоторые эти батареи мы здесь видим, они все обозначены, пронумерованы. И задача их бить по башне, прежде всего бить по этой угловой башне. Каждая батарея получила свою задачу, и к 9 часам утра артиллерия крепости была подавлена, в 10-15 раздался страшный взрыв, это взорвался этот компрессионный шар, он познял на воздух пространство всего перед Орвом, и одновременно взорвались заряды, которые были заложены под башню. Однако взорвалась только лицевая сторона башни, то есть, мы представляем, башня, лицевую сторону обрушили, а башня-то осталась фактически, и выхода в ту сторону из неё не было, и, тем не менее, французы пошли на сторону. Вторая лёгкая полубригада бросилась вперёд, впереди было 15 карабинеров самых отважных, за ней шла дивизия Бона, 32-я и 18-я линейная полубригады, но когда они бросились к этой башне, ещё выхода из неё не было, они тыкались, пыкались, но никак не могли выйти из башни, а наверху башни были остатки, на которых турки находились и закидывали их гранатами, камнями и так далее. Из 15-ти карабинеров, которые шли в первых рядах, остался в живых только один по имени Луи Ла Блаше. Турки кидали гвачёнки с порохом, и в результате штурм захлебнулся. Бонапарт тогда хотел сам вести атаку со шпагой в руке, он был здесь, рядом, в окопах, но его офицеры удержали, говорили, что это не его сейчас место. Штурм захлебнулся, но на следующий день, вечером, 25-го апреля, начали снова активный штурм. Весь день били пушки, и в 18-го вечера капитан Лаплан с гранадирами 32-й линейной полубригады бросились вперёд на первый этаж башни, закрепились там, и опять не смогли подняться, опять не смогли подняться. Погибло несколько молодых офицеров-инженерных войск, Брюле и Фюзо, ранен генерал ВО, который ввел в атаку. Короче говоря, все эти штурмы выдохлись. И нужно сказать, что последствия этих штурмов были, конечно, очень серьёзные. Ну, во-первых, огромное количество убитых и раненых, и в результате, как пишет один из участников, все иллюзии, которые мы до этого питали, исчезли, а вместе с ними и некоторые удобства нашего существования. Почему? Потому что местное население тоже, так сказать, поняло, что, очевидно, падение сейчас же не так близко, и поэтому те, кто привозил, его там друзы, которые привозили продовольствие, их количество явно уменьшилось. И, как он пишет, на базаре, организованном ими, теперь не хватало провизии. Ну, у самого главнокомандующего такой же рацион, как и у солдат. И стол Бонапарта отличался строгостью, он хотел показать всем, что в этой ситуации он вместе со всеми. И как, вы знаете, писал один из офицеров, что это чудовищно. Одна бутылка вина на 10 человек была. Ого, как так жить-то? Да, вообще, как французы, представляете, одна бутылка вина на 10 человек. То есть, у каждого... Что пил, что радио послушал. Безусловно. Да, да. Вот. И ещё одно несчастье постигла французская армия. Дело в том, что 9 апреля ещё ранее был ранен генерал Кафарелли, бригадный генерал. Это был замечательный бригадный генерал инженерных войск, командир инженерных войск. Он очень тяжело страдал, и 27 апреля он умер. Но самое интересное, что он умер, знаете, вот как смерть Сократа. Он перед смертью он собрал своих офицеров и беседовал с ними, потому что он был, кроме того, что офицером, он ещё был человек, который занимался проблемами науки, образования, и он вёл речь о народном образовании, развитии народного образования во Франции. И он сказал, что это было похоже на смерть Сократа, смерть Кафарелли. И, как написал один из офицеров, его смерть была общим горем. Армия потеряла в него одного из своих храбрых командиров, Египет – одного из талантливых законодателей, Франция – одного из лучших граждан. Наука, выдающаяся учёного. Вот, таким образом, в армии большие потери, но, тем не менее, несмотря на некоторое, ну, я бы не сказал, упадок духа, но некоторое, скажем так, понижение энтузиазма, всё равно армия была готова сражаться дальше. 30 апреля прибыли, наконец, осадные орудия, которые их также дали. Немножко, но всё-таки они прибыли – 18 и 24 фунтовые. 1 мая они были поставлены на позициях, и тут же сразу, буквально, ну, не совсем подготовленный был маленький штурм. Штурм 1 мая, опять пошли на брешь, вышли из окопов и атаковали с таким бешеным порывом, что потребовалось за целый вечер, чтобы вернуть эту небольшую группу солдат, которые пошли, ну, фактически, почти что спонтанный штурм 1 мая. Вот, понесли большие потери. Вот из этой группы было 12-15 убитых, 30 раненых, и командир 85-й полубригады, который был дежурным по траншее, давру, и он в этот момент был тяжело ранен, и он был так впереди, то тут же турки схватили этого тяжело раненого офицера и тут же, как у них принято, отрубили ему голову. Ну, вот такая вот ситуация. После этих неудачных атак поняли, что все-таки ошиблись с местом атаки по поводу башни, решили расширить атаку на Куртину. Ну, вот, более шире дело это место атаки. В это время осажденные соорудили уже много контр-опрошей, и было решено вот что сделать. Вот видите эти контр-опроши турецкие, да? В ночь с 4 на 5 провести мощный штурм эти контр-опроши, т.е. обрушиться на турок ночью. Турки вообще ночью мусульмане не очень охотно сражались, и поэтому было решено устроить им кровавую баню в ночь с 4 на 5. Ну, окопы, кстати, были так близко друг от друга в некоторых местах, что их несколько метров разделило буквально. Под командованием бригадного генерала Рампона ночью с 4 на 5 бросились на эти турецкие передовые окопы, турки были застегнуты врасплох. Фактически все эти контр-опроши были завалены телами убитых турок, но дальше, вот чем больше, чем перебить турок контр-опроши, на следующий день они опять там появились. Самое интересное, что французы неоднократно предлагали сделать перемирие для того, чтобы убрать трупов, но турки отказывались от этого перемирия. Ну, это как раз для них царазумно вполне. Да, потому что трупы просто уже застрелали, здесь всего передовых окопов, все было завалено трупами. Особенно в этих турецких опросах, все было завалено трупами. Эти труппы, разлагающиеся, так сказать, смердили, соответственно, способствовали развитию эпидемии. То есть, для турок это было выгодно, и несмотря на то, что теряли больше, французы осаждали, но турки теряли больше, в 2-3 раза больше теряли, но я еще раз подчеркиваю, гарнизон был значительно больше по численности осаждающей армии, поэтому это им было, так сказать, все не страшно. Парламентеров, так сказать, турки не принимали, одного все-таки они приняли, но им отрубили голову. Чтобы 2 раза не вставать? Да, чтобы 2 раза. Новая минная галерея, и в ночь с 5 на 6 мая Бонапарт приказал взорвать ее, но Дамартен, командир арселерии, он сказал, нет, надо еще дальше провести эту минную галерею, чтобы она больше эффект, и вы знаете, что под руководством европейских инженеров турки прорезали контр-эскарб минную галерею, и в 15 часов дня взорвали французских минеров, так что произошел взрыв уже, где погибли французские минеры, так что здесь контр-минная борьба была чудовищной, но вообще-то, пожалуй, самое страшное во всех этих осадах, это минные галереи, ведь они едва такие, где человек может, так сказать, на четвереньках пролезть, и вот в этих минных галереях страшная борьба, так сказать, которую он продолжал здесь, Бонапарт, видя о том, что надо как-то людям дать энергию, он решил создать то, что назвал роты эклевая, роты разведчиков, ну, здесь нужно перевести, дословно это разведчики, но нужно перевести штурмовые роты, создать штурмовые роты, что это за штурмовые роты? Это не штрафбат, это наоборот, т.е. как бы считалось, элита из элит, т.е. помните, что в батальоне линейной пехоты 8 рот фузелеров, одна отборная гренозерская, а эта штурмовая, это элит из гренадера, из гренадеров, ну, туда, естественно, просили, самое интересное, туда все стали проситься попасть в эти штурмовые роты, главнокомандующий приказывает создать штурмовую роту в каждой полубригаде, созданные ранее роты 18-й и 32-й уже отличились своей храбростью во время атаки в ночь на 15-го флориале, главнокомандующий надеется на отвагу храбрых рот, солдат штурмовой роты никогда не поворачивается спиной к неприятелю, роты были созданы по 72 солдата, и унтерофицеров, и три унтерофицера, вот, капитан Франсуа, ну, тогда это унтерофицер французской пехоты, он вспоминает, что все рвались в эти штурмовые роты, просто рвались, требовали, чтобы включили в эти штурмовые роты, когда его включили в эту штурмовую роту, он тут же написал завещание, передал его знакомой маркетантке свои, так сказать, ценные предметы, потому что, как он говорил, что я, наверное, считал, что вечером мое тело, скорее всего, пойдет на укрепление бруствера, вот, и тем не менее люди рвались в эту штурмовую роту. А сколько их было, этих рот? Этих рот было создано в каждой полубригаде, вот, соответственно, на дивизию три штурмовые роты. В первой же атаке, в которой участвовала штурмовая рота Франсуа, ее капитан был ранен 17 ударами сабли, лейтенант был убит, а из 72 солдат погибли 63. Вот такой результат этой штурмовой роты. То есть, перестала существовать, фактически. Ее заполнили другими солдатами, то есть, штурмовая рота должна быть каждому штурму, штурмовая рота должна быть доведена до штатной численности, 72 унтерофицера и солдата, 3 офицера, 75 человек, вот такая рота. Ее опять довели до штатной численности, и в следующем штурме она потеряла 43 человека, и к следующему штурму снова была заполнена, и при этом солдаты спорили за честь вступить в эти роты. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Это говорит о том, насколько Бонапарт сумел зажечь, так сказать, своих людей, насколько... Это, в общем, даже как бы... Это непонятно, потому что люди почти что просились идти на смерть. Это какой-то такой соревновательный дух, потому что вот сейчас, значит, друзья-то пойдут, а я буду в тылу саживаться, и это нехорошо. И главное, что все это штурмовые роты, это самое лучшее, это лучшее из лучших. Все говорят, это лучшее из лучших, и поэтому за эту честь люди фактически шли на, ну, если не почти верную смерть, то на рану. Но шансов выжить там было прямо, скажем, по статистике, немного. Небольшой был штурм в ночь с 6 на 7 мая, но и он захлебнулся, вот, но это был не очень большой, так сказать, штурм. Дело в том, что 7 мая увидели вдалеке огромное количество парусов. Это были паруса, как подумали, французской эскадры. Вот, помощь наконец пришла, ну все теперь. Но через несколько часов заметили, что флаги-то красные с полумесяцем. Это была турецкая эскадра. Везла она огромное подкрепление, армию Хасан-Бея, которая должна была подкрепить, так сказать, оборону Сен-Жан-Дакра. Стало понятно, что ждать уже просто нечего. Надо либо сейчас брать, либо не сейчас. То есть, совсем не брать. Или совсем не брать. Правда, к французам в это время прибыла еще немножко осадная артиллерия. Нужно сказать, что вот контр-адмирал Пере со своей маленькой эскадрой, у него было три фрегата, Юнона, Куражос и Альцет. Они были очень быстроходные. Несмотря на то, что англичане здесь контролировали все вокруг Сен-Жан-Дакра, он со своей эскадрой сумел подвести сначала порох, потом осадные орудия. Высаживал он, правда, не у Сен-Жан-Дакра, а где-то в стороне, потом доставляли по суше. И более того, он еще с этими тремя фрегатами ходил вокруг английской эскадры, перехватывал английские мелкие корабли. Ну, конечно, эскадр это громко сказано. Три фрегата это отряд. Ну, отряд, да. Ну, из англичан тоже был здесь отряд. Два линейных кораблей и несколько меньшего размера кораблей. Так вот, Перре со своими фрегатами вокруг них ходил, наносил потери и сумел подвести французам, так сказать, подкрепление. Откуда они их брали, эти пушки? То есть, если Перре постоянно находился в виду берега, ну, примерно, то есть, кто-то должен был ему их передать, эти пушки? Или он мотался до Франции и обратно? Нет, не до Франции. Он брал из Яфы. Здесь, все рядом. Просто нужно было доставить, потому что по суше все-таки доставить там... Это долго. Долго. 24-фунтовое орудие тащить здесь по несуществующей дороге. Знаешь, там тонны две весят, наверное, в сборе. Да, именно так. Плюс зарядные ящики, там немыслимого веса. Плюс заряды и так далее. В ночь, с 7 на 8 мая, то есть, к этому моменту, с 7 мая у французов была возможность обстреливать крепость уже очень серьезно. Били тяжелые осадные орудия, и они практически сравняли с землей, вот здесь укрепление на Бреши. В ночь генералы Бонн, Рампонн, Виаль, 32-я и 18-я, слушай, у нас все равно 32-я и 18-я линейная. Так это постоянно, начиная с старинской кампании. Да, это просто вот его, я бы сказал, как гвардия, 18-я и 32-я линейная полубригада, вот, ринулись в атаку. И Бертье пишет. Неотчаянное сопротивление врага, ни шквальный огонь его батареи не остановили их порыв. Никогда не проявляли такой отваги, ни такой доблести. Генералы Бонн, Виаль и Рампонн шли во главе полубригад и подавали пример храбрости и хладнокровия. Командир 18-й линейный Буае погиб в атаке. С ним было убито и ранее 150 храбрецов, из которых 17 офицеров. А Жак Мио, тоже свидетель этой осады, пишет. Генералы и офицеры полубригад проявили все необходимые умения, и хладнокровие, и храбрость. Во главе наших воинов они ворвались во вражеские траншеи, устроили торком страшную бойню. Ничто не могло остановить их. Всю ночь шла резня. Башня была полностью захвачена, закрепились на обломках этой стены. Днем еще подошел конвой с порохом, открыли огонь снова все батареи. Сумели еще расширить брешь, и днем ЛАН должен был провести еще новую атаку. Днем 8 мая в 17 часов вся дивизия ЛАНа пошла в атаку. Впереди было 300 гренадер и рота разведчиков под командой генерала Рамбу. И вот теперь они снова преодолели стену, и они ворвались уже в город. Но... В это время башня оставалась захвачена. Она уже все была, башня уже была разрушена, так сказать, башню уже держали французы. Башню уже, руины башни держали, и руины стены. Но когда они преодолели все руины стены, вот что оказалось. Турки под руководством английских инженеров построили новое укрепление. То есть новый ров и новую стену, который был не виден. И когда они вырвались туда, они увидели новое укрепление. И каким-то чудовищным, каким образом генералу Рамбу удалось с примерно 200 солдатами преодолеть и эту стену. Но вот это интересная ситуация. Поскольку, еще раз прощаю, турок было значительно больше войск. И поэтому что они сделали? Когда французы прорвались через эту вторую стену, они атаковали с флангом французские войска на стене. В результате те, которые подходили к стене, вынуждены были сопротивляться этой контратаке, и в результате прорвавшиеся оказались изолированы. Они прорвались вот сюда, в сады замка дворца Джезара, прорвались вот здесь в мечети, в которой они закрепились. Это был отряд генерала Рамбу. Когда Бонапарт видел то, что происходит, он сказал генералу Бону, генерал, я поздравляю вас, город взят. Но турки, как сказал, они, во-первых, отрезали этот отряд, группа оказалась Рамбу отрезанной. На те, кто был на стене, обрушилась масса турок, и в этот момент интересный, Сидни Смит, английский капитан-командор, он снял экипажи свои, часть своих экипажей, и помог туркам, во-первых, артиллеристами, пушками, пока еще в флотиле Хасан-Бей она еще не успела подойти, а англичане уже были здесь. И огонь английских тяжелых пушек, конечно, очень серьезно повлиял. Во-первых, они остановили все-таки наступление, задержали наступление французов, и вот когда оно было задержано, на этот момент Хасан-Бей подошел со своей флотилии. Точно сразу с этой флотилии Хасан-Бея 8 мая стали на берег сходить турки, кто на шлюпках, кто, подходя непосредственно к пирсу, и тут же их бросали в бой. Причем среди вот этих войск, которые привел Хасан-Бей, были далеко не только какие-то полурегулярные формирования. Здесь уже был так называемый полк Шехлис, это был полк, обученный по европейским уставам, и у него были ружья со штыками, т.е. это были турки, которые действовали по-европейски. Договорит полк Шехлис, дальше бросился бой. Сам Джезар здесь встал в ряды уже сражающихся, размахивая свои сабли и вознаграждая тех, кто приносит ему отрезанные головы. Т.е. стал материально стимулировать. В этот момент, пожалуй, самый напряженный бой. 8 мая чудовищный совершенно бой, бой за эту куртину, бой прорвавшимися в саду. Сидни Смит говорит, что они отсюда со стен видели Бонапарта, который с небольшого возвышения энергичными ужасными вперед бросает. Т.е. они видели Бонапарта, видели прямо перед собой. Но, естественно, мы же понимаем, в то время не было ружи с аптеческим прицелом. Т.е. это все было в дыму, в тумане, в ту сторону, в сторону этой группы, естественно, стреляли. Естественно, какая-то картичь пролетала над Бонапартом, рядом с ним были ранены и убиты офицеры. Но Бонапарт, так сказать, командовал непосредственно резкими жестами, призывал атакующих идти вперед. В результате все-таки основная масса была задержана на этой второй стене, а те, которые прорвались в сады за счет того, что туркам подошли подкрепления, они были в этих садах перебиты. Лан генерал был ранен, а генерал Рамбо, который прорвался дальше всего с группой в 200 солдат, он был убит, и все солдаты, которые были с ним, все были перебиты, и все ему отрезали голову. В этом бою майор Джонс английский, полковник Дуглас, который здесь был, их тоже турки зарубили. Перепутали? Да, какие-то европейцы, заруби его. Кефиры. Это же свои кефиры были. Это были свои. Бери своих чужие бояться будут. Т.е. в общем, англичан нескольких тоже порубили, потому что уже стало темно, плохо видно, и поэтому видят, что какая-то там шляпа, европейские костюмы и так далее. На всякий случай нужно чикнуть. На всякий случай, да. Бонапарт после этого шторма сказал, если у меня останется хотя бы капрал и четверо солдат, я поведу их в атаку. Насколько, так сказать, в этот момент было такое напряжение, желание атаковать, капитан Франсуа вспоминал. Бонапарт приказал продолжать огонь всю ночь. Он проходил по траншеям и говорил с солдатами. Его присутствие заставляло стихнуть все недовольные речи. И иногда только раздавались восклицания. Генерал, нужно снова попробовать. Бонапарт, давай вперед. Вот это потрясающе. Т.е. после этого кровавого неудачи, после этого кровавого штурма он проходил ночью по траншеям, и ему солдаты говорили, давай, давай, Бонапарт. Главное, не складывай оружие. Вперед. Вот это, пожалуй, удивительно. С другой стороны, обидно, они там столько проторчали, столько попыток, и уже почти удавшиеся попытки. Уже почти, да, они уже порвались в город практически. Ну и тогда было решено снять бригаду Вердея, это из Клиффбера, помните, у нас ведь Клиффбер прикрывает осаду, вот оттуда снять бригаду Вердея. Это была 25-я и 75-я линейные полубригады. Значит, был им дан приказ 8 мая 1999 года, значит, главнокомандующий приказывает вам, гражданин генерал, чтобы вы как можно быстрее отправили бригаду генерала Вердея, то есть, 25-й и 75-й полубригады в лагерь под Сен-Жан-Дакром. Необходимо, чтобы они прибыли сюда, не теряя ни одного мгновения. Главнокомандующий желает дать им возможность получить славу взятия Сен-Жан-Дакр. Вот так вот. Дает им возможность, удивительную возможность, получить славу взятия Сен-Жан-Дакр. Это у нас сколько времени прошло? Потому что Бонапарт говорил о шести днях, которые он потратил. Уже прошло, у нас сейчас с вами 10 мая, то есть, сейчас 9 мая, а это он написал 19 апреля. То есть, он уже сильно перебрал. Уже, так сказать, да, бой уже гораздо длится. 9 мая весь день французские БТА вели яростный огонь. Вот надежда уже осталась на эту дивизию Клибера, потому что она была свежая. И вот интересно, солдаты пришли когда, 9 мая, 9 мая тогда еще не было Днем Победы, 9 мая пришли, и они вечером танцевали франдолу, крича, что завтра мы возьмем. То есть, дивизия ликовала, праздновала, так сказать, будущий штурм. Не знаю, что наконец-то их со скучного тыла сняли и отправили в вагон, вот завтра. Ну, там не совсем был скучный тыл, там было сражение при Фаворской горе. Не, но все равно тут же самое главное происходит. Конечно, это самое главное происходит. И вот дивизия Клибера, 75-я, соответственно, 19-я полубригада, карбинеры, 2-я легкая, генерал Вердье, Клибер. А дивизия Бона, та дивизия, которая там 18-я, 32-я, где уже она больше всего на себя взяла, эта дивизия осталась в резерве на случай, чтобы поддержать, так сказать. Самое интересное, даже призвали Мюрата со спешными кавалеристами. Потому, что Мюрат, ну чего он там сконится, что он делает? Давай вперед сюда тоже. И Мюрат тоже в траншеи пойдет. Мюрат, этот блистательный кавалеристский генерал, тоже 10-го мая пойдет в траншеи. Мюрату с его ростом в траншеях было очень непросто. Ну, так же, как Клибер. Клибер почти под 2 метра, Мюрат почти под 2 метра. В общем, да, и в траншеях там было не слишком здорово. И в ночь, с 9-го на 10-го мая, в 2 часа ночи Бонапарт был в траншеи. Он проходил по траншеи, он говорил со всеми солдатами. И это все уже под гул пушек, которые ночью лупили по крепости. И 10-го мая атака была на 3 часа 30 минут утра. Бонапарт был лично у самой Бреши. Он отдавал приказы о штурме. Солдаты преодолели первую линию укреплений, на вершине которой погиб полковник штаба Фуллер. Но атака разбилась во вторую линию. Вторую линию не смогли преодолеть. Потому, что уже вторую линию турки и англичане уже укрепили настолько серьезно, что ее никак не бить. Понимаете, первая стена разбита, а вторая стена, мы ее не можем из пушек... Из-за развалин первой. Потому, что ее прикрывает развалин первой. Поэтому французы вынуждены бросаться здесь на вторую стену практически. Хоть она и меньше, и ниже, но все равно практически... Вот голыми руками... Поддержки-то нет никакой. Поддержки нет. Это была еще в 15 веке такая штука придумана. Когда появилась более-менее действенная артиллерия. И более-менее действенная минная борьба при помощи закладываемого пороха. Вот, например, Выборг, когда Даниил Щеня брал, точнее пытался брать в 1485 году. То же самое же произошло абсолютно. То есть, они проломили стену Выборгского замка из пушек. Ворвались. Но оказалось, что в это время шведы сделали вторую стену напротив предполагаемый брешь. Ну, понятно, что вот тут оно все рухнет. Вот они сзади сделали такую полукруглую стену. И когда русские войска ворвались в брешь, оказалось, что они не просто находятся перед стеной, а их еще с трех сторон обстреливают. Вот так вот. Вот примерно то же самое здесь было. Точно то же самое было. Конечно, еще раз подчеркиваю, я стараюсь, чтобы она не была размера в первой, но она была достаточно... Этого не нужно. Да, этого практически здесь не нужно. Несмотря на эту неудачу, на эту кровавую неудачу, гренадеры 25-й линейный попросили честь идти на штурм. Обязательно новый штурм. И в 16 часов, 10 мая, в 16 часов Бонапарт приказал штурм. То есть, второй штурм за день. Да. Второй штурм. Один был ночью в 3.30, а другой в 16 часов. Это, естественно, промежутки пушки били, 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 не прекращая. Естественно, турки здесь несли огромные потери. Их закидывали бомбами из мортир. Их лупили из тяжелых орудий. Здесь, естественно, было все разбито. Наполеон лично решил было пойти на брешь. Он хотел повести вот этот штурм сам лично, но его удержали. Ему объяснили, что пример здесь не нужен, так как все и так горят желанием. То есть, не надо увлекать солдат. Солдаты сами рвутся идти на этот штурм. Ну и вот в 16 часов 25-я линейная изготовилась к штурму. Ее командир, фамилия была Вену, он сказал, если Акра не будет взята этим вечером, это значит, что Вену больше нет в живых. И он повел свою 25-ю линейную полубригаду на штурм. Они устремились как бешеные под его командование. И Вену пал смертью храбрых, атакуя, так сказать, вторую линию укреплений. Командиры 75-й линейной полубригады был ранен. Клибер здесь сражался в первых рядах как герой. Бон, потому что он привел резервы. Все-таки опять 18-й, 32-й, и опять их бросили в бой. И повел их в атаку дивизионный генерал Бон. И он здесь получил смертельное ранение. Полковник штаба Фуллер тоже на вершине бреши был убит. Адъютант командующего Круазье смертельно ранен. Офицеры штаба Пино и Руссель Монпорт-3. Жербо погибли здесь с оружием в руках. Евгений Багарне, это приемный сын Наполеона. Пуля здесь его тоже ранил. Совсем молодой парень, который был при этом в штурме. И Ориге, будущий знаменитый родственник, дальний родственник Наполеона. Вот Ориге де Казанова. Жан Тамареги де Казанова. Он здесь тоже был тяжело ранен. Пуля ему попала в голову и так его пробила, что все думают, что он умрет. Но Ларрек каким-то образом его сумел спасти. И потом выживет, станет знаменитым выдающимся кавалерическим генералом Первой империи. При вскрытии мозг не был обнаружен. Ну да, вообще-то так, да. Ну и, как я сказал, Мюрат Самви тоже участвовал в атаке. Его адъютант Кальбер был ранен. Адъютант генерала де Мартена был ранен в оба плечи. И, наконец, адъютант Вярзье убит. То есть, здесь была просто груда французских офицеров, генерала, которые в этот день были тяжело ранены, либо погибли. Но это было последнее штурм. Мне все время было интересно, как они так расходуют человеческий материал, причем самый вообще элитный. Это же люди не просто так. Во-первых, они образованные, подготовленные, уже проявившие себя. Вот как их вот так вот на пушки-то бросать? Ну, с гарантией, что половина не вернется. Другого выхода не было. Здесь уже, да. Здесь уже сзятие стен Жандакра приобрело огромное какое-то символическое значение. Гигантское. Надо было его взять любой сану. 10 мая вечером Бонапад решил снять осаду. Он изложил это письме правительству, написал вкратце об удачах. Ну, о чем он не стал писать, это об эпидемии чумы. Потому что, кроме того, что здесь были огромные потери от пуль и ядер, здесь еще были потери эпидемии. Потому что эпидемия чумы так и не успокоилась. Здесь еще были... Так и часть людей умерла от чумы. Ну, тем более наличие такого количества гниющих трупов на солнце. Да, конечно, да, естественно. Ну, с этого момента, начиная с 11 мая, началась эвакуация обозов и раненых. Но так как к этому времени подвезли, уже были осадные пушки и много пороху, Бонапарт приказал стрелять без перерыва. И вот подготовка к эвакуации была скрыта тем, что били, били, били без перерыва. Этот стен Жандакр крошили под перекрестным огнем. Тем более, он был уже наполнен турками просто до отказа. Туда не попади, все, так сказать, нанесет потери неприятелю. Вот. Вся осадная артиллерия была поставлена на боевую позицию, она вела непрерывный огонь в течение шести дней. Шесть дней лупили, не прекращая огонь. Вот. В результате, например, дворец Джезара, его разнесли в дребезги, разбито внутреннее укрепение. Да, вот дворец Джезара. Ну, а пока раненых и больных эвакуировали всеми возможными способами, вот. Турки, конечно, проводили вылазки, но, так сказать, вылазки эти отбивали, а я еще раз подчеркиваю, турки понесли огромные потери. Общее количество погибших, конечно, турок при осаде Сен-Жандакра, оно явно превосходило количество погибших французов. То есть, потеря армия Джезара понесла огромные, да и Сен-Жандакр превратился, в общем-то, уже стены его превратились в развалины. Конечно, замок Джезара тоже был разбит, но, увы, вот эту груду камней взять было практически невозможно, потому что она была вся уже до отказа набита янычарами, до отказа набита турками, и с учетом огромных потерь, которые понесли французы, это стало просто совершенно неразумно пытаться упорствовать. А они уже так сильно были напуганы французами, что не решились на полевой бой, учитывая, что их больше было. Нет, нет, на полевой бой они категорически нет, они, естественно, были, они видели явное превосходство французов, за укреплениями они, да, они принимали атаки, они дрались храбро, тут ничего не скажут, турки дрались отчаянно, с отчаянной храбростью, но на полевой бой они явно не тянули, потому что тут их, конечно, разбили бы в дребезги. Водопарта, снимая осаду, решил обратиться к своим солдатам с воззванием. В воззвании он попытался, так сказать, ну, я не знаю, сказать, изобразить ситуацию, как если бы всё завершилось победой. Ну, конечно, это было не так, но надо было как-то всё-таки поднять дух армии. И он сказал, солдаты, вы прошли через пустыню, которая отделяет Африку от Азии быстрее, чем это сделала бы армия из арабов. Войска, которые собирались напасть на Египет, разгромлены. Войска, которые собирались напасть на Египет, то есть армия, которая собиралась в Сирии, чтобы напасть на Египет, вы захватили в пленах генерала, взяли их артиллерию, их обозы, их походные бурдюки и верблюдов. Вы овладели всеми крепостями, которые прикрывают колодцы в пустыне. Под Фаворской горой вы рассели эти толпы, которые пришли со всей Азии в надежде на грабёж Египта. Обратите внимание, в надежде на грабёж Египта. То есть, Монапарт уже, можно сказать, как султан Египта, он разбили толпы, которые пришли со всей Азии в надежде на грабёж Египта. Враг считал, что 30 кораблей, которые появились под Сен-Жан-Дакром, 12 дней тому назад привезли армию, которая должна будет взять Александрию. Но здесь, под стенами Сен-Жан-Дакра, она закончила свою судьбу. Часть её знамён украсит ваше возвращение в Египет. Итак, всего лишь с горстью храбрецов мы вели войну в течение трёх месяцев во всей Сирии. Мы уничтожили укрепление Газа, Яфы, Хайфы и Сен-Жан-Дакра. Но нам нужно возвращаться в Египет. Ближущая высадка неприятеля зовёт нас сюда. Ещё несколько дней, и вы были бы взяли Джезара Пашу в его собственном дворце. Но сейчас взятие замка Сен-Жан-Дакра не стоит потери нескольких дней. Храбрецы, которых я потерял бы там, нужны для более важных боевых операций. Солдаты, впереди нас путь опасности и тяжёлых трудов. После того, как мы отразили силы Востока, нам, возможно, придётся перенести свои усилия, сразившись с силами Запада, вот здесь интересно, сразившись с силами Запада. Бонапарт знает, что там, в Европе, ситуация очень непростая, очень трагическая, и что, возможно, придётся армию из Египта переправлять в Европу, чтобы спасти Францию в той ситуации. Поэтому он говорит об этом, как и некой возможной перспективе. «У вас будет случай добыть себе новую славу. Если среди каждодневных битв погибают храбрецы, пусть новые встанут в строй и займут место тех, который отличился среди опасностей и шёл вперёд от победы к победе». Итак, осада была снята. Я ещё раз подчеркиваю, осада снималась очень долго. Десять дней снимали осаду, готовили всё и к эвакуации. Причём, как я сказал, турки были не в курсе этого всего, потому что всё это было прикрыто огромным артиллерийским огнём непрекращающимся. Причём, днём 20 мая была отчаянная вылазка турок, последний кровавой бой под стенами старой крепости. Ну, вот интересно, что капитан Франсуа рассказывает, что в этом бою его друг, наверное, был ранен, он опустировал обе ноги, но его солдаты не бросили, его донесли до Каир, он вылечился, потом вернулся во Францию. Вот таким вот образом. 20 мая вечного в 19 часов пробили общий сбор, и армия выступила уже вечером, уже в ночи, и двинулась на юг, двинулась в сторону Египта. Таким образом, осада продолжилась 62 дня. За время осады было потеряно не менее 500 убитых, даже больше, 2000 раненых. Погибли дивизионный генерал Бонн, бригадный генерал Кафарелли и Ромбо, погибло 4 полковника. Тогда полковника называли шеф-де-бригад, 4 полковника. Адъютант главнокомандующего Круазье, были ранены генералы Лан и Дюрок, сам главнокомандующий был легко ранен во время взрыва бомбы, его закрыли своими телами два кавалериста-эскорта, гидры так называли, доминили Карбанель, доминили – это был очень знаменитый генерал эпохи империи, они просто бросились на него, но они были легко ранены, и он тоже был легко ранен взрывом бомбы. Ну и вот 22 мая, когда армия собиралась уже выступать, уже выступала, главнокомандующего сообщили, что 200 раненых, которых медицинские службы считали нетранспортабельными, их, очевидно, придётся оставить, так и не на чем транспортировать. И вот здесь это действительно реальный эпизод, Бонапарт сказал, всё, всех коней, моих коней прежде всего были, отдали все кони, ну сразу, поскольку Бонапарт отдал своих коней, точно все офицеры его штаба тоже отдали своих коней, вот в распоряжении раненых весь штаб и дивизий тоже, вот, и интересный момент, раненый гранадир боялся перепачкать расшитое золотом седло, ему было как-то неудобно, седло Бонапарт сказал, вперёд, вперёд, нет ничего слишком красивого для храбреца, вот, все раненые были в результате каким-то образом посажены на коней, были эвакуированы, вот, военные чиновники также должны были отдать своих лошадей, и, значит, комиссар Дара отдал свои кони, военные чиновники все последовали примером, а скоро, 24 мая, армия была уже в Яффе, и здесь в Яффе стал вопрос, ну, во-первых, Бонапарт, как всегда, радикально разбирался с ворами, и вот, что, конечно, всех солдатах всегда очень способствовало, конечно, его популярности, это то, как решали вопрос с чиновниками военной администрации проворовавшихся, здесь было несколько арестовано, и два из них были расстреляны за воровство. Ну, и здесь же в Яффе произошел эпизод, который позже английской пропагандой совершенно был превращен полностью в противоположное, значит, какая была ситуация, всех раненых, всех больных, которых можно было эвакуировать, их всех эвакуировали всеми разными способами, значит, Бонапарт отдал, значит, на лошадях, на верблюдах, кроме того, Лорреем, доктором, главным хирургом, были сделаны специальные такие коробы, которые крепились к верблюдам, куда клали раненых, по одному в каждый этот короб, таким образом верблюд вез двух раненых, вот, и другие, потом повозки такие легкие тоже для транспортировки раненых, в общем, всех раненых и всех более-менее больных, которых можно было надеяться на их выздоровление, все были эвакуированы, но оказалось, значит, Бонапарт должен, что 25 больных чумных, они вообще, они абсолютно нетранспортабельны, и они, в общем-то, уже вот-вот должны умереть. Плюс они опасность представляют, не просто так, это же эпидемиологическая опасность, это страшнее, там, тысячи турок. Бонапарт тогда обратился к Дежанетту, главному врачу армии, что делать в этой ситуации, потому что, ну, вообще можно ли их транспортировать, Дежанетт и Лоррей посетили этих больных и сказали, что это всё совершенно, и более того, им осталось жить не больше суток, вот, и тогда Бонапарт сказал, что если Лизитти умирает, и, может быть, им дать просто напиток соответствующий для того, чтобы они могли выйти на тот свет спокойно, а не быть разорванными на части турками. На что Дежанетт гордо сказал, мой долг – давать больным только то, что может их влечить. Вот такая ситуация, но вот в данном случае, видите, Дежанетт отказался. Что произошло дальше? Конечно, есть очень много всяких версий, вроде как фармацевт армия сделал всё-таки, так называемый, Лауданом – это раствор опиума на спирту, и то ли им дали, то ли поставили перед ними, чтобы они могли принять случай, когда турки ворвутся, но то, что совершенно чётко, что Бонапарт задержал выступление армии ещё практически на 24 часа, для того чтобы, раз они ещё будут жить 24 часа, ну что ж, будем сражаться даже для того, чтобы эти чумные, больные могли умереть спокойно под защитой армии. Позже англичане, это, в общем-то, я бы сказал, акция здесь, мне кажется, Бонапарт наоборот, проявляет себя как человек отважный и ответственный за судьбу людей, он даже задерживает выступление раненых, задерживает выступление армии ради нескольких тяжелобольных людей, и уж их-то он мог бросить для турок-то в самый раз, как раз могут с ними общаться турки вполне, потому что от них они кроме как чумы заразить ничего не могут. Но англичане это превратили потом в своих пропагандистских памфлетах в то, что Бонапарт там типа отравил 500 своих раненых солдат, вот это полный абсурд совершенно. Ну, 25 маловато, надо бы 500. Ну да, 500, и к тому же они были просто легко ранены, и просто Бонапарт из удовольствия их отравил, чтобы они случайно не вступили в английскую армию. Как вы знаете, я не забыла маленькое лирическое отступление в другую эпоху. В 1809 году, когда английская армия отступала под давлением армии маршала Сульта, и нужно было погрузиться на корабли, английская кавалерия... В Испании. В Испании, да. Всем лошадям своим, их там было несколько сот лошадей, около тысячи, они перерезали сухожилия, и лошади остались умирать на берегу моря, английский я все равно написал. Ведь если бы этого мы не сделали, они, эти бедные животные, оказались бы во французской кавалерии. То есть, понимаете, лошади бы так страдали и оказались в французской кавалерии, поэтому перерезали сухожилия. Ну, это гораздо лучше, чем оказаться во французе. Ну, конечно, это чудовище, понимаете, конечно, лучше сухожилиями умереть на берегу. Армия ушла из Яфы, и дальше она двинулась к Гази, и затем она вступила в это пространство, которое отделяет пустыню, переход через пустыню начался. Переход через пустыню, как мы понимаем, начался летом. Это был уже июнь месяц, и ведь когда армия шла сюда, она переходила через пустыню зимой, ну, как бы там все равно была жара, но все-таки это не такая. А теперь она прошла через пустыню летом. Ну, известный наш историк, академик Манфред, написал очень такие, я бы сказал, драматичный рассказ об этом отступлении. То было страшное отступление. Несчадное солнце стояло в безоблачном небе, обжигая иссушающим жаром, нестерпимый, изматывающий зной. Казалось, расплавлял кожу, кости, солдаты с трудом волочили ноги по горячим пескам, по растрескавшимся дорогам пустыни. Мучения жажды были невыносимы, рядом шумело бескрайнее море, но питьевой воды не было, люди выбивались из сил, но продолжали идти. Кто оставал, кто падал, тот погибал. Ну, а дальше Манфред написал, как сзади птицы летели, значит, страшные. И люди боялись даже этих птиц, которые, значит, садились на умерших, на упавших, еще больше даже, чем турок. Ну, мне кажется, что все-таки здесь наш академик немножко поддал все-таки драматизации. Переход был, конечно, тяжелый, это ясно, но дело в том, что после вот этого первого перехода пустыни к обратному переходу все-таки очень хорошо подготовились, все-таки позаботились и о воде, и о продовольствии, все-таки было достаточное количество верблюдов, и вот, мне кажется, участник этого перехода, Леруа, он, очевидно, более точно описывает этот момент, он пишет, солдаты переносили лучше лишения и усталость, чем в первый раз. Быть может, потому что они получили суровый опыт, а может, и потому что надеялись найти в Египте отдых, хорошее питание, одежда и обувь, что удваивало их силы и подстегивало их отвагу. Действительно, едва мы пересекли пустыню, богатые магазины ждали нас в Катии. То есть, 4 июня армия была в Катии, и здесь экспедиция завершилась. В общем, это же обратный путь, они уже по этой пустыне ходили, стало быть, знали дорогу, знали, возможно, какие-то путевые колодцы, возможно, есть, уже имели опыт хождения по этим пескам, если там первый раз оказаться, это, конечно, не дай бог. Нет, я думаю, что для Леруа более точно, да, без сомнений, это было очень тяжело. Тут нечего говорить. Только это не прогулка. Да, не прогулка. Смотрите, 29 мая в Газе и 4 июня в Катии, т.е. вот эти несколько дней, которые им пришлось пройти через пустыню, очень тяжело. Какой же был итог экспедиции? Ну, итог экспедиции такой. 2200 человек погибло в боях и умерло от болезни. 2200. 2300 раненых и больных, причём некоторые с ампутациями. В общем, 4500 убитых, раненых и больных. Потери, конечно, очень большие. А про поводу пленных неизвестно? Ну, пленных же... Какие пленные? Голову отрезали. Ну, да, правильно, это ж турки, я забыл. Там с пленами вообще не было никаких пленных. Может быть, где-то армия там Дамасского Паша взяла и кому-то не отрезала голову, но очень это сомнительно. Т.е. пленных считать всегда с ними. Как итог этой экспедиции? Некоторые пишут именно как о поражении ужасающем. Мне кажется, что назвать эту экспедицию какую-то там пепдоносной – это было бы смешно. Но говорить о поражении тоже не совсем правильно. Напомню ситуацию. Зачем основная цель экспедиции? Итак, две есть армии турецкие. Одна может войти по суше в Египет, другая готовится к высадке с моря. Значит, если они объединятся, то силы будут явно неравными. Поэтому задача – разбить их по частям. Конечно, можно было бы, возможно, более экономично было бы, грубо говоря, ждать здесь выхода из пустыни и попытаться разбить одну армию, пока ещё другая не высадилась или, наоборот, ту, которая высадилась. Но Бонапад решил всё-таки разбить врага на его территории. Сначала разгромить армию в Сирии, а потом заняться армией, которая высадится с моря. С этой точки зрения, нужно сказать, свою задачу он реализовал, потому что была разбита армия Дамасского, армия Джезара понесла огромные потери. А кроме того, все базы были уничтожены. Укрепления Яфы были уничтожены. Были запасы, которые здесь были у турков сделаны, они были либо взяты, либо тоже уничтожены. То есть, для турок фактически в этом году, в 799 году, наступать из Сирии было уже невозможно. Они были лишены этой возможностью. То есть, с этой точки зрения армия добилась определённого успеха. Ну и, как вспоминает, опять-таки, участник экспедиции Жак Миво, что после тяжёлой кампании, которую мы проделали, Египет показался нам вторым отечеством. Мы нашли здесь много того, о чём мечтали среди лишений. Нас ждало спокойствие, размещение в большом городе, удовольствие хорошо поесть, наслаждение снова спать в кровати и, прежде всего, радость увидеть наших товарищей. Вот так Миво вспоминал о возвращении в Египет. Ну и, значит, интересно, что он также вспоминает, что мы нашли Каир, улучшенный французами во время нашего отсутствия. Здесь возникли разного рода полезные заведения. Здесь открылись рестораны. Ого! Полезные заведения. Полезные нам лавочки, где подавались разные напитки. У тебя здесь были портные, сапожники, шляпники. Короче говоря, все те ремесленники, которые нам были нужны. И вот, значит, 14 июня армия Бонапарта подошла к Каиру, и Бонапарт устроил триумфальное вступление в Каир, как если бы он вступил после большой победы. Во главе армии ехал Бонапарт, перед ним несли бунчуки и знамена захваченных турецких армий, и шейхи мечети Аль-Асхар обратились к народу вот с таким совершенно замечательным воззванием по поводу этого вступления. Прибыл в Каир хранимый Богом главнокомандующий французской армии генерал Бонапарт, который любит религию Магомета. Он вернулся живой и здоровый. Возблагодарим же Бога за благодеяние, которое он нам подарил. Он вступил в Каир через ворота победы в пятницу 10-го числа месяца Мухаррама 1204-го года Хиджи с самым великим торжеством. Это был настоящий праздник видеть его солдат, и давно не было такого торжества. Все жители Каира вышли ему навстречу. И они признали, что это действительно был генерал Бонапарт. И они убедились, что все, что говорили о нем плохого, было ложью. Вот таким вот образом. Шейх Аль-Бихри подарил великолепного вороного арабского скакуна с богатейшей золотой сбруей. Этого коня держал под усы молодой мумилюк Рустам, которого тоже подарили Бонапарту в услужение. Город преподнес богатые дары армии верблюды, драмадеры, драгоценное оружие, ковры, шали. Лучшие сорта кофе. Важно, как вы понимаете. Дорогие персидские трубки, негры, рабы. На всякий случай, понимаете. Ну, и вспоминает офицер, наше вступление в Каир было настоящим триумфом. В течение нескольких часов армия проходила парадным маршем по звуке военной музыки, под грохот лирических салютов. Перед войском несли знамена, захваченные врага. Ну, а дальше был торжественный парад на площади Эсбикея, потом празднество, увеселение для жителей. В общем, короче говоря, словно было возвращение из триумфального похода. Конечно, разумеется, Бонапарт прекрасно знал важность пропаганды. Конечно, поход в Сирию не был триумфом и блистательной победой. Но, по крайней мере, в Каире он был таким представлен. И турецкие знамена, обратите внимание, турецкие знамена были отнесены в главную мечеть. То есть, захваченные мечети, как будто Бонапарт возвратил в главную мечеть Каира победные знамена. Так же, как во Франции в церковь вешают знамена, в Нотр-Дам, так здесь вернули в главную мечеть. Ну, я скажу, что пропаганда пропагандой, а бог с ней с победой. Из такого похода просто вернуться – это уже был большой успех. Да, да, да. В общем, без сомнений, да. Те люди, которые вернулись из этого похода, были, конечно, очень рады, и тем более их встречали боевые товарищи. Действительно, частью них устроили праведенство, и они были безумно счастливы, что они вернулись живые и невредимые. Мы все помним, кто изучал средние века, как там не сладко приходилось крестоносца. Вот ровно в этих самых местах. Ровно в этих самых местах, да. Ну, что ещё хочу сказать? Что было в отсутствии Бонапарта в Каире? В отсутствии Бонапарта в Каире во всех частях администрации, как, опять-таки, вспоминают участники экспедиции, был установлен порядок. Продолжали чеканить монету, институт продолжал свои заседания и изыскания. И дальше он пишет, Жак Мюо, французы везде проявили находчивую деятельность. И все наши нужды находили тех, кто обеспечивал их и делал на этом хорошую прибыль. Турки также обогащались, они подражали в этом французским ремесленникам. Армия получала хороший хлеб и буйволовое мясо. Ну, вот, то мясо, которое было здесь наиболее дешёвое, в общем, армия обильно получала всё продовольствие. В отсутствие Бонапарта в его походе в Каире все были хорошо снабжены. И вот интересно, арабский, так сказать, наблюдатель Аль-Джабарти, он пишет о том, что происходило в Каире. «Этот месяц был отмечен миром и спокойствием, открылись многие рынки, лавочки, цены понизились на все товары, кроме импортных. В течение этого месяца, рамадана, французы приглашали в гости именитых местных жителей на праздничные ужины ифтар. Они организовали эти пиры на низких столиках по образцу мусульман. Они нанимали мусульманских поваров и слуг, что внушало доверие приглашённым. Французы также приходили в гости к именитым местным жителям, садились с ними за низкие столики и ели в момент, когда прервался пост. Они соблюдали их обычаи и подражали местным жителям. Поистине, пишет он, французы обладают удивительным умением перенимать обычаи и на редкость добродушны». Да, удобно, потому что пост, значит, днём есть нельзя, французы еле днём у себя, а ночью у турок. Отлично. Еле всё время в итоге. Нужно сказать, что Египетский институт продолжил свои научные исследования, заседания. Кстати, в отсутствии, как вы уже говорили, Бонапарта Фурье был главой египетской администрации. Правда, 4 февраля заседания института на некоторое время прервались. А 29 июня, после возвращения армии Бонапарта, они возобновились. Заседание 29 июня было посвящено очень интересным научным изысканиям с целью будущей постройки Суэцкого канала. Французские учёные работали над этим. Вообще, в отсутствие Бонапарта в Сирии французские учёные продолжали исследовать монументы, делать рисунки, составлять подробнейшую карту Египта, описание флоры, фауны. Эта работа продолжала. Все эти 167 учёных, художников, они все работали. И вот как раз по поводу Суэцкого канала были проведены очень большие исследования. 4 июля было бурное заседание присутствия Бонапарта. Он предложил создать комиссию для изучения причин эпидемии чумы в Сирии. Почему произошла, так сказать, эта эпидемия чумы в Сирии? Но Деженет, главный медик армии, воспринял это как что-то такое, типа, на него там. То есть, личный выпад некий. Личный выпад. И Деженет стал резко осуждать Бонапарта, причём, интересно, он ему просто в открытую сказал, я знаю, граждане генералы, что вы хотите быть здесь больше, чем просто членом института, и что вы везде хотите командовать, а здесь вам институт, а не армия. Вот. И вы знаете, вот, наверное, думаю, что Деженет потом попал, попал, попал. Вообще, Деженет не однократно с Бонапартом так схватывался. Так вот, Деженет позже станет и кавалером Ордена Почётного Легиона, и сенатором, и самые видные посты он будет занимать, и он будет вплоть до 1815 года, когда он будет главным медиком Северной армии. Это тот, который сражался при Уторвове, сплошный почёт, уважение, директор госпиталя Вальдеграсс в Париже. Вот так вот, таким образом, это человек, который с Бонапартом очень резко говорил, но он резко говорил, говоря о своих профессиональных делах, и, так сказать, где надо, он, так сказать, вот так вот достаточно жёстко отвечал Бонапарту. И императору Наполеона потом тоже. Ну, это ж всё-таки не был некий самодур из комиксов или мультфильмов. Вот в том ты и сделал. Я хочу, чтобы такие примеры, как с Деженетом, это, пожалуй, лучше всего показывает, как Бонапарта носился к действительно хорошим сотрудникам, хорошим специалистам. Ну, и 29 июля, возвращаясь к заседаниям института, было очень важное заседание, на котором был представлен розетский камень. Тот самый. Тот самый розетский камень был представлен, и, в общем, с этого момента начинается будущая египтология. Выходят газеты, вы знаете, выходили газеты, и эти газеты – это «Египетские курьеры», «Египетские декады», кстати, газеты эти очень интересные, их можно вообще… они сейчас выложены в интернате, эти газеты, их можно почитать, «Египетские курьеры», «Египетские декады», они рассказывают о событиях, естественно, в Египте, ну, а также дают информацию, как они могли, о событиях в Европе. А «Египетские декады» посвящены разбору литературных произведений, произведения искусства. Ну, в общем, я бы сказал, это интересно для армии, которая как бы изображается как армия оккупсона, это, в общем, интересно. А «Декады», значит, раз в 10 дней выходило. Да, это раз в 10 дней. А «Египетский курьер» – это что-то раз в 3-4 дня. Не каждый день выходит. Интересно, что также в Каире, в отсутствии Бонапарта, пытались каким-то образом повлиять на общественное мнение тем, что знаменитый изобретатель, учёный Канте, провел свои опыты с монгольферами, и вот 25 января 1899 года, в честь годовщины Победы при Револи, был запущен огромный монгольфер. Не знаю, как египтяне заинтересовались запуском это монгольфер или нет, но, по крайней мере, такие продолжали. Я помню, даже такая была история, когда два офицера стрелялись на воздушных шарах. Это скорее курьерство, по-моему, из кинокомедии какой-то. Но креативно. Ну, а ещё я бы хотел такой момент, который мало совершенно известен, да я вообще почти думаю, что никто не знает, это история с монастырём святой Екатерины на Синайском полуострове. Это император Юстиньяна постройка. Совершенно верно. Там была ещё церковь ранена, при императоре Юстиньяне были построены мощные крепостные стены. Фактически можно сказать, при императоре Юстиньяне он начинается, этот монастырь. То есть, это произошло в середине VI века. Вот русский учёный, епископ Порфирий датировал окончание постройки монастыря 557 г. Так вот, монастырь православный, находится в Синайском полуострове. От этого монастыря пришла депутация в Каир с просьбой о том, чтобы Бонапарт обеспечил покровительство и защиту монастырь. Бонапарт не только выписал охранную грамоту этому монастырю, которая сейчас висит в золотой рамке, ну, копия, потому что подлинник они хранят у себя в библиотеке, но он ещё приказал выдать средства на ремонт и реставрацию этого монастыря. И направил туда учёных, которые в этот монастырь Святой Екатерины добрались. И вот это вот крыло в этом монастыре, оно сейчас называется, часто в монастыре, Крыло Бонапарта. Вот мы сейчас можем посмотреть небольшой видеосюжет. Мы находимся в самом центре Синайского полуострова, рядом со знаменитой горой Синай, и перед нами раскрывается панорама монастыря Святой Екатерины. Этот монастырь, речающий пример византийского военного зодчества, построен был очень императором истиньяном в VI веке, и с тех пор это один из главнейших центров христианского мира. Здесь находится библиотека, вторая по значению в мире после Ватиканской библиотеки, где хранятся рукописи IV, V, VI веков. Вообще, это интереснейший монастырь, ну, и он имеет прямое отношение к компании Наполеона в Сирии и в Египте, так как по приказу генерала Бонапарта монастырю была выделена специальная грамота, охранная грамота, и кроме того, были выделены даже деньги Бонапартам на ремонт одного из крыльев этого здания. Значит, что здесь интересно, что в этом монастыре по легенде Магомед, когда он еще не был главой, он еще скрывался какое-то время от своих преследователей, и потом он дал монастырю этому охранную грамоту. Это действительно, она подписана Магомедом, это охранная грамота. Вот. И, значит, в этой охранной грамоте в виде подписи это рука Магомеда. Он же был неграмотный. Да, в общем, да. Так вот, оригинал хранится сейчас в Стамбуле, потому что он был затребован Селиму, султану этого монастыря, и вот, значит, там, что было там написано в охранной грамоте Магомеда. «Кто действует вопреки моему дару или разрешает любое противоположное к нему, становится по-настоящему отступником к Богу и его божественному посланнику, потому что эту защиту я даровал им в соответствии с этим обещанием. Никто не должен брать в руки оружие против них, то есть монахов, но наоборот, защищать их, и мусульмане должны вести войну за них. И под этим я повелеваю, что ни один из моего народа не дерзнет мне делать или действовать вопреки этому моему обещанию до конца мира». Итак, охранная грамота, подписанная Магомедом, и охранная грамота, подписанная Бонапартом, в этом монастыре хранится. И я еще раз подчеркиваю, что Бонапарт в отношении этого монастыря показал то, как он относился к религии. Он считал, что для него традиционные религии были полезны, если они выполняют свою социальную роль. И будь то мусульманская, будь то православная, будь то католическая религия, он относился к ним примерно одинаково. Т.е. традиционные религии там, где верят в Магомед, пускай верят в Магомед, а где верят в православные, пускай будет в православные. Где в католике, пускай будут в католике. И к религии он относился ко всем терпимо, и вот в отношении монастыря Святой Екатерины он, так сказать, казался, я бы сказал, таким благодетелем, а дальше уже этому монастырю окажет большую помощь император Александр II российский, будет большая помощь со стороны России во второй половине XIX века. Ну, как мы видим из предыдущих кадров, я в этом монастыре, так сказать, побывал, и действительно, конечно, удивительное здание. Почему? Потому что внутренняя дверца церкви, она от императрию сняла с того времени. Это шестой век. Да, потому что он находится километра над уровнем моря, в абсолютно сухом климате. Т.е. там сохраняется дерево даже внутри шестого века, а внешние ворота XII века. Т.е. действительно, конечно, удивительное такое сооружение. Ну, там поразительная коллекция икон, они периодически выставляются, например, у нас в Эрмитаже. Там XIII век, XIV век – это какие-то такие вещи, которые у нас сохраняются в России буквально в единичном экземпляре, вот вообще в единичных экземплярах они есть. Там монастырь буквально набит. Ну, и там ещё библиотека, которая является второй по своему богатству после Ватиканской в мире. То есть, это вторая по богатству библиотека. Ну, в регионе имеется в виду. Ну, да. Ну, я имею в виду по ценности. По ценности хранищихся там экземпляров, потому что там хранятся книги, там, Библия V-VI века. Вот. Ну, ладно. Теперь мы вернёмся, так сказать, к военным делам. Нужно сказать, что интересные события происходили не только в Европе, но и на море. Дело в том, что, в общем-то, конечно, понимали, что нужно, французское правительство понимало, что нужно как-то помочь армии в Египте. И вот 25 апреля 1799 года из Бреста, вот Бреста, разумеется, не белорусского города Брест, а французского порта Брест, который находится на севере Франции, вышла эскадра адмирала Брю и 25 линейных кораблей. Англичане её блокировали. Но Брю и сумел обойти эту блокаду. Он вышел в море. И когда английский адмирал Бриджпорт понял, что французы вышли оттуда, он, естественно, куда бы стремился? К Ирландии. А куда же ещё? Конечно. Я слышу, что из Бреста точно... А французы пошли вовсе не в Ирландию. Брю пошёл к Гибралтару и пошёл в Средиземное море. И он вошёл в Средиземное море. 4 мая он прошёл в Гибралтар. И, в общем-то, Брю имел вполне шанс добраться до Египта. Но он всё-таки, во-первых, понёс определённые потери во время перехода. И он решил идти к Тулону. И, значит, он пришёл в Тулон в Средиземное море. У него к этому моменту было 24 линейных корабля, 7 фрегатов, 5 корветов. Он мог бы, очевидно, с такой большой эскадрой двинуться вполне даже после Тулона на помощь Египта. Но он получил инструкции. В этот момент получил другие инструкции. Получил инструкции помочь армии в Италии. Он оказался на помощь осаждённой в Генуе войскам. Потом он подкрепил ещё другие части. Ну, а дальше директория ему поручила идти в Египет. Ну, знаете, для чего? Не для того, чтобы помочь армии в Египте, а для того, чтобы забрать её и привезти в Европу. Потому что уже было не до жира в этот момент в Европе. То есть, фактически, директория решила завершить египетскую эквизицию, признав, что это, в общем-то, было в этой ситуации совершенно бесполезной растратой сил. Брюи пошёл не сразу в Египет. Он пошёл в Картахену, в Испанию. Дело в том, что там его ждал испанский союзный флот. И это был флот под командой адмирала Масареда. То есть, они вообще, получается, приехали в Тулон, из Тулона в Италию, из Италии вернулись обратно в Испанию, и только потом поехали... Точнее, должны были поехать. Вот в Испании у него была эскадра Масареда, у него было 42 линейных корабля. То есть, огромная эскадра. Но испанцы отказались двигаться в сторону Египта. Они отказались действовать на этом направлении, что это и них, грубо говоря, и регион. И в результате Брюи, взяв эту испанскую эскадру, вернулся в Брест. Вот такая вот ситуация. Вон совершил огромное плавание. Все море пересек туда и обратно. Он вышел из Северной Франции, прошел через Гибралтар, прошел до Тулона, из Тулона вернулся в Картахену, в Картахене собрал флот испанский, и с испанским флотом вернулся... Сначала из Тулона в Геную, потом из Гену обратно в Тулон, и в Картахену. Кошмар. Т.е. вот такое огромное плавание... Картахена переводится как Новгород. Да? Картахена переводится как Новгород? Да. Карфаген, Картахена... А, ну да. Новый город. Совершенно верно. Так же, как Неаполь. Так и Неаполь, да. Новенбург. Все буквально... Весь мир покрыт... Все Новгороды испанцы. Да-да-да. Вот. В общем, таким образом, так флот и не пришел на помощь Монапарту. А вот зато англичане под командой Сидния Смита стали на турок, которые находились на острове Родосе, говорить им, что нужно немедленно высаживаться, потому что армия Монапарта фактически, можно сказать, разбита. И сейчас великолепный момент. Высадиться на побережье Египта, и все, можно сказать, французов брать голыми руками. Армия Мустафы Паши. Кстати, это Мустафа Паша – это известный турецкий полководец, который не раз воевал, так сказать, с русскими войсками. Мустафа Паша, так сказать, собрал свою армию, и на английских и турецких кораблях они двинулись к Египту. Они могли привезти только пехоту по количеству флота, которое было на распоряжении, они могли привезти только пехоту. Очень мало коней. Поэтому просили содействия и Брагимбея, и Мурадбея для того, чтобы они помогли… С кавалерией. С кавалерией, да. И вот Мурадбей… А Мурадбей – это он был в этот момент в Верхнем Египте. Мурадбей стал пытаться пробиваться опять снова на север, приближаться к дельте Египта по левому берегу Нила для того, чтобы оказаться в дельте Нила. Но его французы преследуют, наносят ему ряд поражений, он буквально с остатками своих мумилюков добрался до пирамид. Это было 13 июля 1799 года, и как написал Бонапарт в своих воспоминаниях, что Мурадбей с вершины пирамиды общался знаками со своей женой, которая в его доме там находилась, недалеко от Каира. Ну, я не представляю, какими знаками он мог там общаться, но то, что он действительно поднялся на вершину пирамиды, это 100%, оценил, так сказать, окружающую местность и то, что он может сделать, и понял, что ему не прорваться, и от этих пирамид стал уходить в сторону. А Бонапарт 14 июля как раз выдвинулся к этим пирамидам с отрядом, во-первых, войск, а во-вторых, с учёными, которых, как всегда, опять взяли для обследования пирамид. Когда Бонапарт подошёл с войсками к пирамиде, первое, что он сделал, там были члены Египетского института, 15 июля Бонапарт решил посетить пирамиду Хеопса. Во-первых, снова новые замеры проводились члены института, что Бонапарт вошёл в пирамиду Хеопса, и здесь, в пирамиде Хеопса, когда он из неё вышел, ему привезли важнейшее сообщение. Турки высадились в дельте. Турки высадились у форта Абукир. Буквально тут же Бонапарт срочно возвращается в Каир, ещё по дороге в Каир. Он отдаёт приказы, в 10 часов вечера 15 июля отдаёт приказы срочно собирать все войска. Ну, вы понимаете, что в этот момент войска Бонапарта разбросаны по всему Египту. Да и войск таких. Войск-то мало. Войск мало, и они очень разбросаны. Максимально, сколько он может собрать, если всех-всех, отовсюду из всех точек пространства, реально может собрать максимум 20 тысяч. С учётом, что ДЗ остаётся в Верхнем Египте, но он тоже получил приказы, потому что настолько Бонапарт оценивал эту опасность, как очень реальную. Кроме того, он считал, что вместе с турками высадились и англичане. То есть, поэтому он, я бы сказал, немножко переоценивал ту опасность, которая была. Ему доложили, что эскадра – это 13 линейных кораблей, 9 фрегатов и около сотни транспортных судов здесь вот находится. Иван Апат, очевидно, ожидал, что армия больше, чем она в действительности была. Итак, в 10 часов вечера отданы приказы о концентрации, Рене из Бильбейса, Клибер из Дамьеты, Лан, бывшая дивизия Бона, из Каира, и даже ДЗ вынуждены были покидать Верхнюю Египет. Наполеон избрал для места сбора Рахманию. Рахмания – это место по дороге на север, где проходит Нил, удобное достаточно место, через которое, как мы помним, французская армия проходила уже неоднократно. 19 июля армия была у Рахмании. Здесь Бонапарт узнал, что Мустафа высадился 14 июля, что у Мустафы примерно 18 тысяч человек. На самом деле, я думаю, меньше. Мы потом еще об этом поговорим. И что форт Абу-Кир был... Перед фортом Абу-Кир у французов был редут. Вот сейчас мы перейдем на карту форта Абу-Кир. Значит, мыс Абу-Кир. На оконечности этого мыса стоит форт. Здесь, помните, было морское страшное битро при Абу-Кире. Вот он был здесь, на рейде Абу-Кир. Масштаб здесь примерно такой. Это где-то 400 метров, это примерно 2 километра. Значит, форт довольно крепкий, серьезный. Но французы решили перегородить этот перешейк, поставить здесь редут. Тем более, здесь и холм в такой везде. Так вот, почему-то 300 человек, которые могли бы оборонить форт Абу-Кир, они решили защищать редут. Турки высадились, и, естественно, этот редут... 300 человек против как минимум 13-тысячной армии никак не мог устоять. Турки ворвались на этот редут. Не успели они все французы вырезать, потому что один из французов, судя по тому, взорвал боезапас, который там находился. И погибли ворвавшиеся турки, и обороняющие редут французы. А в форте было 35 человек, но там уже, естественно, было делать нечего. Турки очень быстро овладели этим местом. И вот дальше армия Мустафы Паши не стала двигаться вглубь Египта. Мустафа Паша ожидал, что он получит помощь Мурадбе и Ибрагимбе, ему нужно было кавалерия. Ну, во многих источниках, во многих книгах о египетской кампании обычно говорится об армии Мустафы Паши – 20-18 тысяч. На самом деле, если смотреть на заслуживающие, скажем так, на источники заслуживающей доверия, я думаю, что на 12-13 тысяч – это максимум, сколько у него было. То есть армия у него была, конечно, небольшая тоже. Вот. И он ожидал помощи. Он ожидал еще помощи, во-первых, с моря и ожидал кавалерии по суше. Поэтому вполне понятна ситуация. Мустафа Паша закрепился там и не двигался с местной. Это именно и решил использовать Бонапарт. Он немедленно двинул все свои войска к Абукиру. Удар вообще мог быть внезапным, наверное, получиться, но все-таки 24 июля турки обнаружили, что французы приближаются, и, в общем, они изготовились к обороне. Турки построили еще здесь несколько небольших редутов, выдвинули сюда свои войска. Еще раз подчеркиваю, где-то 12-13 тысяч человек, из которых 3-4 тысячи человек стояли вот в этих вот редутах первых. Это были албанские части. А вот здесь вот вторая линия обороны как раз по этому редуту и по этому землянному укреплению. Здесь были янычары, которые занимали деревню, вот этот холм-визель. И сам Мустафа Паша находился здесь, недалеко у форта Абукир. У него было единственного, у кого конный эскорт. 150 конных было, ну а также порядка полутора тысяч элитных янычаров. Вот такая ситуация. Ну, значит, 25 июля французская армия подошла, так сказать, к позиции Мустафа Паши. У Бонапарта была еще далеко не вся его армия здесь. У него было только две дивизии. Дивизия Ланюса и дивизия Ланна, а также авангард Мюрата. В общей сложности, ну, порядка максимум 8-9 тысяч человек, из которых тысяча была конных. Ночью накануне боя Бонапарт беседовал с Мюратом и сказал, эта битва решит участь мира. Бонапарт сказал Мюрату, по крайней мере, так вспоминает участник экспедиции МИО, на что генерал Мюрат, немножко удивленно этой фразой, ответил, что, по крайней мере, эта битва решит судьбу и армию. Но я должен вас уверить, мой генерал, что ни одного нет солдата, который бы не чувствовал необходимости завтра победить или умереть, и мы победим. У врага нет кавалерии, а ваша кавалерия храбрая, и я гарантирую вам, если завтра нужно будет атаковать пехоту, турки узнают, что такое моя конница. И 25 июля французские войска выступили, так сказать, в следующем порядке. Вот теперь подсмотрим план, раздвижаем французских войск. Значит, в центре двигалась кавалерия Мюрата, а также авангард, прописанный кавалерием Мюрату, бригада Дестена, четыре батальона, по флангам дивизия Ланюса, знаменитая 18-ая, 32-я линия, погиб же генерал Бунт, дивизионный генерал Ланюс получил под командами этого дивизию, и Лан с тремя полубригадами, 13-я, 69-я и 22-я лёгкая. Подойдя к позициям, некоторое время французские войска стояли перед этими позициями, примерно около двух часов готовились к бою. Возможно, Бонапарт ожидал подхода дивизии Клибера, но дивизия Клибера оказалась уже далеко позади и не могла подойти к утру, и тогда Бонапарт принял решение атаковать теми силами, которые у него были. Нужно сказать, что в то время, пока готовился этот бой, вот здесь у турок были английские офицеры конные, и эти английские офицеры подъезжали к французским позициям и заводили беседу с французскими офицерами, то есть, белым флагом приезжали, потом заводили беседу, обменились какие-то мнениями. Для турок это вообще не понимали, что происходит. Почему они беседуют с врагом? Ну, английские офицеры рассматривали это как спорт, так сказать, как спортивное состязание, а французы, видя в рядах каких-то европейцев, они это... Ну, интересно, что мы получили. Ну, интересно. Тем более, они наверняка могли кинуть новости знать. Обменялись новостями и так далее. Вот. Итак, после развертывания боя, значит, развертывание для боя Наполеон обратился к... Как рассказывает Вигору Сильон, тогда унтерофицера 32-й линейной полубригады, он сказал так, что генерал Бонапарт, осмотрев позиции врага, решил точно же атаковать. Он собрал офицеров и унтерофицеров, сказал нам, что судьба армии полностью зависит от боя, который мы начнём, и что смерть или рабство будет нашим делом, если мы потерпим поражение. Но что он знает храбрецов, которые умеют честь командовать, и что они скорее все погибнут, чем потерпят поражение. И после этих слов, Бонапарт, вернув всех по местам, началась атака. Ну, атака была бесхитростная. Прямо бригада Дестена на эти редуты, дивизия Лана атаковала эти редуты, а кавалерия Мюрата стремительно обскакала и атаковала турок сзади и на тех, и на других редутах. В результате разгром был полный. Эти три-четыре тысячи турок были полностью уничтожены, причём они даже не успели отойти. Кавалерия отрезала, и они бросились к морю, и те, кто не были перерублены, все утонули в море. А турецкие канонерские лодки, которые здесь находились, которые должны были прикрывать своим огнём, французы выдвинули артиллерию и их отогнали огнём. В результате первая часть боя была завершена. Оставалась вторая часть боя. Французы овладели деревней, и вот здесь вот развернулись напротив холма Визель. Я ещё раз подчёркиваю, здесь был элитный отряд ИНЧАР, здесь порядка 7-8 тысяч ИНЧАР находились за редутом и за этими укреплениями, и поэтому лобовая атака французов оказалась неуспешной, атака захлебнулась. И, в частности, 18-я линейная полубригада атаковала в упор редут и оставила перед редутом много тел погибших солдат. А теперь мы посмотрим, как это выглядело на картине. Красота какая? Это картина генерала Лежёна. Он не был участником этой битвы, но он был не только современником, он боевой генерал наполеоновский. У него было много знакомых, которые участвовали в этой битве, которым рассказали они, и на основе их рассказов он составил… на основе, разумеется, схем он составил вот это вот, так сказать, живописное описание боя. Мы видим здесь Бонапарта, который взял только что, его войска взяли вот эту деревню, вот они находятся здесь. Он находится где-то сейчас здесь, и мы видим то, что происходит вот здесь на мысе. Значит, прежде всего, вот редут, на который ведётся атака французов. И что произошло? Я сказал, 18-я линейная атаковала, её атака захлебнулась. Командир её, Фюжьер, получил тяжёлые раны, он был два раза ранен, и покидая поле сражения, ранен весь в крови, покидая поле сражения, и когда он покидал поле сражения, ядро оторвало ему ещё и руку. В догонку. В догонку ещё и оторвало руку. И он считал же, что умирает, но он был прооперирован Лорреем и мужественно выдержал операцию, и потом ещё будет довольно долго жить. Итак, атака 18-й линейной заклебнулась, атака 18-й линейной заклебнулась, на Гласть, если можно сказать, перед редутом остались десятки французских раненых, убитых, и, конечно, что это сделали турки? Голову резать? Да, они бросились из редута для того, чтобы отрезать голову. И вот это их погубило. Вот как раз мы здесь видим на картине этот момент, когда турки выскочили из редута, чтобы резать голову, но генерал Лан поймал этот момент, он бросил в атаку точно же 22-ю лёгкую и 69-ю линейную, они устремились на турок, турки мгновенно были все эти перебиты, французские войска ворвались в редут и дальше стали прорываться сквозь линию редутов. А Мюрат использовал этот момент для того, чтобы схватить всю свою кавалерию и ринуться вот в этот промежуток, видите, здесь небольшой промежуток вдоль моря. Он через этот промежуток не мог прорваться до этого, потому что здесь турки его довольно плотно держали, но когда они здесь заколебались на редутах, Мюрат воспользовался этим и прорвался с кавалерией. И мы видим этот момент, изображённый на картине, когда, во-первых, французы берут редут, и когда французская кавалерия прорывается вдоль моря. Порыв кавалерии был совершенно блистательным, французы прорвались вдоль всего моря и прямо доскакали до самого Муратбея, и дальше произошёл эпизод, который, очевидно, мог быть только где-то в рыцарскую эпоху. Мюрат, командующий кавалерия, бросился на Мустафу Пашу. С криком, размахивая саблей, кричал, что Мустафа Паша сдавался. Мустафа Паша был воином тоже опытным. Он выхватил пистолет и выстрелил Мюрата. Интересно, эта пуля ранила Мюрата в голову. Но, не задев ничего, она пробила ему обе щёки, но Мюрат настолько орал, что просто дыра в лице получилась. Две щеки пуля пробила, его даже зубы не выбило. Удивительно. Я представляю, как Мюрат орал, пасть была у него открыта, пуля пробила через двое щёки, и Мюрат тут же рубанул, естественно, по руке Мустафы Паши, отрубил ему два пальца, и Мустафу Паши тоже схватили и взяли плед. Получается, он в профиле был, когда в него стреляли. Ну, вероятно, он размахивая саблей, как-то отвернулся, в какой-то момент повернулся, и пуля прошла. Но это, конечно, повезло, потому что пуля попала в голову. То есть, он попал точно, но чуть-чуть не закрутил. Ну, чуть-чуть. Несколько сантиметров вниз-вверх, но на этом судьба Мюрата бы прервалась. То есть, на самом деле, хладнокровный человек, потому что он не стал вытаскивать саблю, подождал, пока к нему подъедут, и успел латать пистолет, чтобы выстрелить в упор. Да, чтобы выстрелить в упор, естественно, он попал. Вот таким образом только 200 пленных было захвачено, это те турки, которые были вместе с Мустафой Паши, 2000, очевидно, турок было убито, 2000-3000 убито, а все остальные были просто сброшены в воду, и в основном потонули, очень мало кто добрался до кораблей. Армия Мустафы Паши была полностью в дребезги разгромлена. И вот уже после этого разгрома на поле боя появилась дивизия Клибера, и Клибер своим огромным ростом подъехал к Бонапарту и сказал, генерал, вы такой большой, как мир, такой великий, как мир. Это была, конечно, такая фраза парадоксальная. Огромный Клибер обращается к невысокому Бонапарту, генерал, вы такой же великий, как мир. Это было завершение битвы при Абукире, это было завершение последнего крупного сражения египетской кампании. Именно здесь, после Абукира, Бонапарт, вступив в контакт с англичанами, потому что по поводу обмена пленных и так далее, Бонапарт получил сведения из Европы, и эти сведения из Европы, эта информация о том, что происходит на Европейском театре военных действий, побудила его к действиям, которые уже не связаны с Египтом. На этом история египетской кампании, в принципе, завершилась. Завершилась последней победой 25 июля 1799 года битва при Абукире. Да, забористо получилось, прямо скажем, потому что там чего только не было, это и какое-то такое волшебное путешествие вначале, за приключениями, взятие Мальты, высадка в Египте, бои в Дельте-Нила, ну, можно сказать, в тех местах, где фараоны дрались ещё с гексосами, потом, где устанавливалась династия Птолемеев, рождалось сообщение, эллинистический мир. А вот в Верхний Египет, туда, где филы. Конечно, филы, фаюмский оазис, ну, это вот просто что-то такое, какой-то рахат луком для интеллектуала, любящего античность. Да, вписание. Вообще, потому что теперь же это фактически одни из таких главных познавательно туристических мест Средиземного моря, вообще по-хорошему говоря. Открыли их нам французы таким образом. Ужасное поражение французского флота при Абукире, как они потом вообще выворачивались с обеспечением войск по морю, для меня вообще загадка. Учитывая, что англичане мореплаватели были не самые последние, прямо скажем. И, в общем, неоднократно это регулярно подтверждавший такой свой статус при, в общем, серьёзном господстве на море. Да, и при том, что испанцы отказывались как-то помогать. Испанцы там в этот момент как раз могли бы какую-то... Без сомнений. Какую-то весовую гирьку на весы французских. Если они бы с эскадрой Брии вот тогда бы вышли, то тогда бы, конечно, они могли бы 42 линейных корабля. Да, 42, плюс ещё французские линейные корабли. 42 это вместе. А, вместе. 42 линейные корабли. Ну, всё равно тотальное превосходство. Тотальное превосходство. Ну, это даже не эскадрой. Флот полноценный. Флот. Ну, и теперь нужно смотреть, как они отсюда выбираться будут. Потому что погеройствовали да погеройствовали, но, судя по всему, абсолютно зря. Это же натуральное искусство ради искусства. Ну, в общем... Что они там делали в общем контексте войны, которая шла в Европе? Да ничего. Они делали то, что нам позволит рассказывать о потрясающих интересных вещах, изучать удивительную компанию, фантасмагорическую. Да, это компания, как вы сказали, рахат лукум для, так сказать, интеллекта. Потому что чего-то здесь только нет. То есть, оно такое чистое военное искусство. Но это чистое... Даже не так. Неправильно сказал. Это чистое приключение. Приключение, да. Абсолютно чистое приключение. Жест рыцарский. Да. Да. Спасибо большое. На чём дальше остановимся? Дальше в Европу мы вернёмся. В Европу. Знаешь, что же происходит в Европе? В Европе суворов. В Европе суворов. И не только. И не только. Там кого только нету. Нужно обозначить некие организационные моменты, товарищи. Вот мы после летней кампании с Олегом Валерьевичем встретились. Нужно было подготовиться к этой лекции нашему замечательному лектору. Это всё-таки отняло время определённое. Вот мы её доложили. Надеюсь, вам понравится. И получается так, что я с 16 по 26 буду в отпуске. И мы прямо сейчас на плечах бегущего противника не сможем продолжить наши лекции. А вот после 26 я обещаю всем, что мы займёмся войнами эпохи Наполеона в дальнейшем плотно и с прежней регулярностью. Вот. Ну, что делать? Мы с Олегом Валерьевичем так получилось состоим в одной и той же военно-исторической реконструкции, поэтому лето у нас во многом выпадает из жизни в другую жизнь. Вот так. Но если бы этого не было, Олег Валерьевич и, возможно, я не были бы такими интересными собеседниками. Без сомнений. Я уверен, что было бы без этого не так интересно то, что мы рассказывали. Да. Мы всё-таки ещё и практики. И без вопросов. Спасибо ещё раз. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.